Девушки отдыхают Но ты же сам хотел, чтобы я сдох Это было давно, я с тех пор успел передумать Теперь ты мне нужен, живым Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо Я вытащил карточку выйти из тюрьмы Было бы глупо ей не воспользоваться У меня Карасаки личные счеты Я выставил их 50 лет назад И сейчас я хочу закончить начатое А для этого мне нужен ты Меня еще никто не вербовал в террористическую единицу Слушай, погоди, я все придумал Я знаю, где мы можем расцепиться И кто нам в этом поможет Ты наконец избавишься от чипа А я раздавлю Арасаку Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб И добраться до Микоши Соглашайся Надо тебя игнорировать и все Ты просто омерзительная галлюцинация Возможно А ты ходячий труп Я могу подождать, пока твое сознание загнется И забрать себе тело Выродок ебаный Но как видишь, я решил тебе помочь Надо только найти одну штуку Шесть букв начинается на М Ладно Что такое, Микоши? Начнем издалека Когда ты подключаешься к сети У Арасаки появляется возможность Натравить на тебя и скин под названием Душегуб Который способен украсть у тебя душу и сознание Пока следишь за мыслью? Да Так ты и стал конструктом Именно Молодец Так вот, Микоши Это логово душегуба Там он хранит граммы всех своих жертв Давай, давай Я же вижу, тебе есть что еще сказать 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете Где проводили операции на человеческом разуме Скорее всего Ничего и не изменилось Говорю тебе Все дороги ведут туда Там мы найдем ответы Каждый свой И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя Альт Каннингел Ни разу про нее не слышал Это пока Когда мы ее найдем Я вас познакомлю Короче, не тормози Надо понять, как забраться в Микоши Простите Простите Что знает Ну, ну, хватит Ви Ты все-таки мне позвонил Ну да, я же обещал Обещать все могут А держать слово уже нет Ну как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках Поведенческий чип сломался Поэтому ее списали И отправили к риперу По кличке Фингерс О, сука Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да У него своя коновальня на Чпок-стрит Блин, Ви На нем клейма ставить негде Еду к нему Вдруг она там Говорил я ей держаться подальше от облаков О, ладно Пока, Ви Ви Поведенческий чип Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я говорил, что буду пробовать варианты, стучать в разные двери Нам нужно встретиться втроем, я, ты и мой друг Ты расскажешь ему то же, что и мне Что происходило в кампэке Плаза Я сомневаюсь, что мы его убедим, но с чего-то надо начинать Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность Даже самую старую дружбу Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга Да, я доверяю ему Ладно, где и когда встречаемся В Джапантау после заката Сейчас я вышлю тебе точный адрес Встретимся на месте Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь! Ага, выглядит бедненько, зато работает И не попросил с тебя денег? Да Ага, выглядит бедненько, зато работает Даже в рассрочку? Ну я же говорю, после операции просто сказал Увидимся Эй, а ну-ка не шагу дальше Слышь, ты к кому? Будь добр, съеби куда-нибудь Ты слышал, что этот гондон сказал? Я хуею от такой наглости Я бы повторил, но какой смысл? До человека с третью мозгой и на второй раз вряд ли дойдет Прости прощения, пидор! Ээээ, ты как разговариваешь, лилокко? Вау! Вот это да! Ну ты даешь, малыш! Чтоб заслужить мое прощение, надо быть кем-то А ты никто мне не менее лучше тут буду жить только не выключи свет летом каждый день все время надо сидеть в подвале лапу убрал живо думаешь я тебя боюсь соска ты допиздишься и шельма придут в эту дыру полным составом если она тебе что-то должна иди подавай в суд и меня мое терпение кончилось как только выплатишь то что ты меня торчишь можешь валить куда хочешь надеюсь эти членососы научатся справлять нужду в другом месте тут очередь куда вообще прешь знаешь что твоя очереди как все слышал о нем кое-что что именно у него иногда руки соскальзывают хоть кто-то знакомый в этой дыре я очень за нее боюсь ви я не знала что у нее какие-то проблемы мы ее найдем обещаю после налета эвелин сначала пряталась у шельм правильно все верно тогда с какой стати она решила вернуться в облака подумала что там будет безопасней черт знает я говорила что это плохая идея но она не слушала ты говорила с фингерсом нет к нему попасть труднее чем к лучшим хирургом блин мы тогда следующего утра тут просидим может попросишь у дам чтобы они нас пропустили отчего я я им кажется не нравлюсь попробуй ну или придумай что-нибудь получше ты работала в облаках не куклой редактировала вирты там я познакомилась с его и томом много с кем выясни близкие подруги правильно и как интересно ты пришел к такому выводу ты кинулась ее искать как только узнала где она если начинаешь дружить с эвелин привязываешься к ней навсегда думаешь эвелин держит где-то здесь с одной стороны хотелось бы быстрее найдем ее а с другой надеюсь что нет кто знает что этот больной ублюдок мог с не вытворять не видела девушку с голубыми волосами с кукольным чипом ты знаешь кажется видела да точно фингерс ее оперировал она еще здесь не знаю лучше его спроси слушай мои подруги очень плохо можно мы с ней пройдем вперед конечно милая о чем речь так 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 и погоди секунду она же только что нормально стояла она крутая терпела сколько могла давай пойдем маленький рот а теперь лучше погодите что-то не так я все вижу как в тумане у прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо края переживают зрительный нерв он вроде все не волнуйся что заходим привыкнут рано или поздно да здравствуйте чем могу помочь я ищу девушку по имени эвелин паркер она была здесь в твоей клинике а ну теперь понятно о чем речь где она сложный вопросик дорогуша честно скажу вы от когтей что такое у меня все уплачено мы от шельм шельмы что же вы сразу не сказали так что вам нужно знаешь я из кочевников мы люди экономные никогда ничего не выбрасываем пока она не сломается до такой степени что уже не починишь и не пристроишь но то что ты ставишь этим девушкам кочевник бы даже в руки не взял я умоляю вот не надо преувеличивать я даю им что могу а вы ищите свою подружку слышал ты помогаешь девочкам с улицы ну мало кто из деток станет играть сломанными игрушками когда им надо подтянуть кожу поправить втулки починить имплантики я ну ты понимаешь те кто платят требуют высшего качества такого в закон потребления не смеши меня на любой помойке качество выше ты же слышал я ищу девушку по имени эвелин паркер мне надо знать где она давайте пройдем в мой офис через мой кабинет проходит много девочек очень много и каждую я стараюсь выслушать применяю индивидуальный подход спроси кого хочешь я же не просто лепила я их понимаю они хотят как и любой человек чтобы их похвалили погладили по головке как будто они заслужили у тебя глаз задергался когда ты услышал ее имя не пытайся меня наебать ты ее помнишь глазик задергался потому что у меня тик нервный не представляете как тяжело с ним жить нет правда я бы помог но я я впервые слышу об этой девушке тебе что-нибудь говорит фамилия форест нет у него прозвище дубман он из кукольного дома ты ты с ним разговаривал дубман сказал мне что давно уже перевез эвелин к тебе в клинику и что ты ему заплатил зачем она тебе понадобилась ты наверное ослышался во первых я не потратил ни одного и не это он должен был мне заплатить во вторых денежек я так и не увидел потому что не смог починить ее имплантик так что он оставил ее у меня в качестве оплаты ты не охуел так говорить кусок дерьма а она живой человек полу живой технически о бедная девочка я пытался ей помочь но вы же видите у меня не бог весть какая клиника говоришь ты не мог ей помочь какая ей нужна была помощь если бы я знал она бы сейчас стояла здесь живая здоровенькая у чипа был сожжен регистрик команд в угольки понимаешь я его заменил но без толку это был кастомный вирус на эвелин напал нет раннер да похоже на правду ближе к делу к делу да дело в том что я понятия не имею где она блядский кусок дерьма что ты с ней сделал урод пожалуйста надень на мордник на эту тварь или усмири ее с таким отношением у нас разговора не получится не говори так они она меня оскорбила так чем быстрее ты все расскажешь тем быстрее мы оставим тебя в покое итак эвелин паркер где она скорее всего там где девушки становятся звездами нелегальных брайн дансов больше я ничего не знаю ты уверен что она там у меня она была четыре дня почти все время пребывала в ла-ла-ла энди как мертвая мы не успели подружиться настолько чтобы она отправляла мне открытки из своих путешествий что значит нелегальных не знаю в смысле я никогда такие не смотрел снаф бура я же сказал не знаю где мне ее найти мне что надо повторить еще раз я я не знаю любой на мое месте поступил бы как я я пытался ей помочь но это оказалось невозможно когда я позвонил своему фиксеру в тот же день за ней приехали два амбала кому ты звонил кто твой фиксер вакака я сказал ей что хочу слить куколку с брейндансовым чипом куда ее забрали еще раз тебе говорю не знаю они были не сильно разговорчивые а я же не идет таким людям лишние вопросики задавать и не идет как тебе кажется почему девушки которые сюда приходят позволяют тебе их лапать а потому что ты заботливый и неотразимый хуй там позволяют потому что у них нет выхода а на самом деле они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности опиши как они выглядели как ты как я как обычные люди неужели как ты вот это да ну к таким ребятам обычно стараешься не присматриваться помню что у одного была бородка парни которые за ней пришли не говорили зачем она им что они с ней будут делать да они говорили про вирты с какой-то бабочкой мало на для них идеально подходит не знаю почему больше я ничего не знаю ты ее продал как вещь блять как манекен какой-нибудь ну живым человечком и ее нельзя было назвать мне надо подышать жду внизу джуди права из-за таких как ты в городе невозможно жить нормально ты получил что хотел тогда нахуй отсюда быстро и и и